Здравствуйте! Начнем сегодня с материалов. Тапочки, которые вы видите сейчас на столе, я боюсь ошибиться, но нет, похоже, я не ошибусь. Они все свалены из кордочесанной шерсти. Все из кордочесанной шерсти. Если кто-то еще не работал с кордочесанной шерстью, показываю, что это такое. Это шерстяная вата или кордочес. То, что раньше в деревнях чесали кардами, такие большие буходерки, не работали особо с гребенной лентой, чтобы сделать валенки, а превращали эту гребенную ленту в вот такую шерстяную ватку. И уже с ней работали. Валяют из нее валеночки, обувь. Вот конкретно то, что я держу в руках, это кордочес с овечки породы коридейл. Водится она в Новой Зеландии. К нам с вами приходят через Латвию, любимая фабрика Клипенсауле. И поэтому в разных студиях название у этой шерсти может быть разное. Латвийская, новозеландская. На самом деле это кордочес коридейл. Если вы видите вот в таких бумажных патронах по полкило, то это, скорее всего, кордочес коридейл. Фабрика делает уже более 150 цветов. Более 150 цветов. Представляете, какой выбранный? На любой вкус можно найти. Чем мне, например, нравится очень эта шерсть? Изделия из нее плотные, они хорошо держат форму. Совсем не кусаются. Абсолютно. То есть вы можете ребеночку даже тапчик обувать, не кусается абсолютно. Немножечко, не знаю, можно ли это назвать минусом. Когда вы валяете, особенно яркие, очень сочные цвета, они зачастую подтекают. Но это вот в процессе именно валяния. Потому что краску латыши закрепляют после того, как сделают изделие, пледы, по-моему, да, у них. И потом они уже закрепляют краситель. Но в процессе вот этого закрепления участвуют, ну, там, каких-то в микродозах тяжелые металлы, насколько я знаю. То есть для нас с вами приходит более экологичное сырье. То, что оно подтекает, не так страшно. Когда сухое изделие, оно не будет краситься уже, абсолютно. Еще из чего удобно валять тапочки. Я сейчас скажу в двух словах, а девочки потом, кто больше работает с этой шерстью, Марина и Ира, расскажут вам поподробнее. Это кардачосы Бергшаф или Маури. Эти шерсти, они тоже имеют высокую тонину, то есть довольно такие жесткие считаются, жесткое сырье считается. Если коридейл, это от 27 до 29 где-то микрон, Бергшаф это 30 где-то микрон примерно, Маури, наверное, 23-25 микрон. То есть это не тоненький, если меринос вы берете, там обычно 18-19-21 микрон, то здесь уже выше микронность, то есть шерсть более грубая. Но она все-таки, тем не менее, не такая уж прям колючая и остистая, как бывают встречаются еще некоторые шерсти. Про это тоже Ира поподробнее скажет, как назвали овца казанской. За неимением, значит, пока другого названия такая шерсть появилась. Ира у нас, как экспериментатор, она не может не попробовать все, что новое появляется, поэтому она уже все попробовала. Вы потом все посмотрите. Посмотрите, чем отличаются изделия из коридейла, от изделий из вот, ну, свекозанской, да. К сожалению, у нас, ну, вот в средней полосе овцы довольно грубошерстные. То есть если кому-то из вас повезло, и вам там соседи отдали мешок шерсти задарма овцы неизвестного происхождения, попробуйте сначала образечек какой-то небольшой, чтобы понять, какой коэффициент усадки и как вообще, насколько остистая. Потому что, ну, вот это очень колюченько, это для таких крепких нервами людей, в общем, обувь. Ну, кто-то любит побрутальней, по лохматей. Еще часто спрашивают на мастер-классах и в переписке, валяйте ли вы тапочки из мериноса. Ну, эксперименты мы проводили разные, и хочу вам сказать следующее. Ну, для меня это, знаете, вопрос, как шьете ли вы зимнее пальто из шифона? В принципе, можно, но зачем, да. Дорого, очень сложно, и носиться будет все-таки не так, как шуба. Вот. Поэтому, смотрите, выбор сейчас огромный в студиях. Еще раз скажем про другую. Немножечко шерсть. У всех свои особенности. К разным шерстям нужно, может быть, чуть разный подход. Где-то чуть больше мыла, где-то чуть меньше воды. Вот. Ну и так далее. Да, кто был на мастер-классах, а это уже, ну, большая часть, тот, в принципе, уже и знает, наверное. Кто не был, с удовольствием сейчас вам азы расскажу. Значит, про материалы, пожалуй, все. Все. Все.